Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии недели. Как и всегда, в прямом эфире мы собираемся с утра, чтобы проанализировать минувшую торговую сессию, посмотреть, ну, если, конечно же, есть на что смотреть в рамках дня предстоящего. Вот буквально сейчас писал название брифинга. Друзья, 29 ноября уже, в принципе, рукой подать, в прямом смысле, мы одной ногой уже даже в декабре, там очень много отчетов, очень много интереснейшей статистики, которой мы будем закрывать год. Она фактически будет резюме всех релизов, которые мы разбирали в рамках этого года. Плюс ко всему, никто не отменял еще практику рождественского предновогоднего ралли. В общем, друзья, у нас есть еще масса возможностей, поводов для того, чтобы дождаться разного рода инструментов, которыми мы спекулируем, именно на тех ценовых уровнях, на которых нам бы хотелось бы их видеть. Соответственно, сейчас, уже обрисовывая ситуацию, я хочу отметить, что ничего радикально, кардинальным образом не изменилось. И если, может быть, кто-то из вас предположил, что на фоне вчерашней слабости доллара, я начну говорить о том, что все пропало, длинные позиции ни на что уже не годны. И я не собираюсь этого делать, потому что совершенно ничего не значит один день, и уж тем более совершенно ничего не значит та риторика, которую мы услышали от Джерома Паула. Я попробую вам сегодня аргументировать свою позицию. Надеюсь, что те, кто хочет слышать, наверняка услышат то, что нужно. Соответственно, в целом, сохраняются прежние позиционирования по доллару. Я не грамм не расстроился, потому что американская валюта, ну да, снова откатила, хотя мы достигли 114 иен против доллара. А сейчас ушли вот в район уже с 13.25. Это все ерунда. Друзья, впереди у нас массу еще поводов, отчетов. Мы по-прежнему с вами спекулируем на идеи повышения процентной ставки, предвизировываем в декабре. А если нет, то начиная с 2019 года будем говорить о четырех повышениях процентной ставки, что в целом как минимум соответствует сейчас траектории общих рыночных ожиданий, да и планов, которые были озвучены много раз от Федеральной резервной системы. Сегодня, кстати, у нас протоколы на повестке торгового дня, и я думаю, что отчасти они смогут реабилитировать американца. Друзья, сегодня, раз уж мы перешли к содержанию экономического календаря, конечно же, мы продолжаем разбирать отчеты американского происхождения. Я вам говорю то, что среда, четверг у нас два интересных дня. Среду мы уже фактически закрыли. Сегодня мы с вами ждем данные по личным доходам, личным расходам в 16.30 по московскому времени, ну и классический для четверга отчет по заявкам на пособие по безработице. Замыкать день как раз будут протоколы в 22.00 по московскому времени. Собственно, практика торговли протоколами и всем, что имеет отношение к Федрезерву, указывает на то, что волатильность как минимум мы обязаны и можем ждать неплохую. Вчерашний день и выступление Паула также стало еще одним доказательством того, что рынок совершенно не упустил, скажем, из внимания тему повышения процентных ставок. И вроде бы как, несмотря на избитость темы, которая многим считается, что уже давно заложена в курс, мы видим, что происходит с рынком, когда появляются комментарии, ну пусть не в том формате, в котором ожидаются. Рынок крайне чувствительный к идее ужесточения денежно-кредитной политики США. И поэтому я сегодня делаю большой акцент на то, что мы обязательно должны с вами дождаться протоколов, мы должны быть будительны, внимательны, ну и должны сохранять оптимизм в плане того, что ставка, сделанная на дальнейшую нормализацию денежно-кредитной политики, эта ставка, друзья, принесет свои плоды под закат 2018 года. Мы сможем заработать на этой идее, я думаю, что вы со мной в этом плане согласны. Ну а теперь давайте пробежимся по ключевым инструментам. Начнем мы с нефтянки. 59.13 закрытие вчерашнего дня, 58.84 фактически мы находимся по бренду на тех минимальных уровнях, которые были зафиксированы этим инструментом еще в минувшую пятницу, которую мы охарактеризовали как черная пятница. Друзья, в целом по нефтянке давайте разберемся, что на рынке случилось. Конечно же, нужно говорить в вчерашнем отчете по запасам нефти. Мы ждали этот релиз, мы знали, что он повлияет на настроение трейдеров. Я, честно говоря, допускал то, что мы можем увидеть уже статистику со знаком минуса. То есть я настраивался на то, что запасы должны были уже просесть, ну сколько можно. 9 недель подряд, в принципе, до вчерашней недели, до вчерашнего дня у нас был зафиксирован рост. Ну и, в принципе, сейчас уже по факту мы говорим, что 10 недель подряд запасы на рынке нефти, собственно, увеличиваются. Плюс 3,6 миллиона баррелей, это много, очень, скажем, символично совпадение этого релиза еще с отчетом от Американского института нефти, который вышел накануне, в принципе, во вторник показал, ну, такие же сопоставимые цифры. На текущий момент, друзья, общие запасы в Штатах составляют чуть больше 450 миллионов баррелей, это максимальное значение с 2017 года. А если мы говорим с вами о цикле в 10 недель подряд увеличения запасов, это самый продолжительный период за последние, по-моему, 3 года, может быть, даже чуть больше. Ну, в общем, действительно, была возможность у Медведей снова навалиться на нефтянку и притопить, собственно, не помог даже слабеющий доллар. Я это связываю не с тем, что рынок упустил внимание, то, что доллар ослаб. Я это связываю с тем, что участники рынка прекрасно понимают то, что доллар случайно ослаб, поскольку в целом картина не изменилась. И американцу даже вот в ближайшие часы ничего не стоит быстренько отыграть свои позиции и вернуться к прежней траектории роста. Какие ожидания, друзья, по нефти дальше? Если бы у нас не было на повестке предстоящих, в прямом смысле, дней двух очень важных событий. Это странный ОПЕК заседание 6 декабря и встреча на саммите G20 между председателем Китая, собственно, и президентом США. Трамп Си называет эту на встречу, ну, понятно, по фамилиям соответствующих лидеров. Состоится она в период с пятницы по субботу. Ну, не знаю, друзья, какой из этих дней станет в итоге наиболее интересным и насыщенным по комментариям и будет совмещен с тематикой торговых переговоров по конфликту именно США и Китая. Ну, будем надеяться, что это пятница, потому что хотелось бы, чтобы у нас в моменте была возможность отыграть те или иные заявления. Ну, если такой возможности не представится, друзья, то, соответственно, с открытия следующей недели нас ожидает довольно интересное движение. Будем к ним адаптироваться, приспосабливаться, как мы это всегда делаем. Мы будем стараться использовать фундамент именно в том ключе, в котором необходимо. Соответственно, по встречам 6 декабря, напомню, что будут обсуждать возможности страны ОПЕК сокращения производства нефти. Согласитесь, это потенциально позитивный фактор для нефтянки. Ну и, безусловно, переговоры между Китаем и США также можно в порядке, скажем, ожиданий спекулятивных мусолить как потенциальный фактор поддержки для рыночных настроений и потенциальный фактор спроса на рисковые инструменты. Потому что, ну, действительно, могут появиться какие-то сигналы, указывающие, либо снова вселяющие, что ли, надежды на то, что конфликт удастся нивелировать и преодолеть. Хотя я в это особенно не верю. Ну, пока что никто не знает, в принципе, конкретно, что именно будет обсуждаться и удастся ли почему-либо договориться. Но ждать на ожиданиях, как классически всем известный такой постулат о финансовых рынках, покупая на ожиданиях, продавая на фактор, это фактор, который может сказаться на настроениях уже задолго до того, как реализуется, собственно, само событие. У нас есть еще несколько дней, друзья. У нас есть текущая торговая сессия, у нас есть завтрашний день. Локальные риски, вроде бы, для нефтянки мы уже отработали. Был вот отчет по запасам. Сейчас мы понимаем, что он уже в прошлом. И да, он притопил позиции черного золота бренд ИВТ. Кстати, ИВТ и вовсе оказался на минимальном уровне за год. Но идею краткосрочного роста я по-прежнему не отменяю. И даже несмотря на вчерашние распродажи, друзья, я все равно ставлю на то, что у бренда есть очень хорошая база сейчас для того, чтобы развить сначала восстановительную техническую коррекцию, а потом, может быть, эта коррекция будет приправлена еще и на фундамент. В общем, моя цель по бренду краткосрочная. Это важно, друзья, потому что долгосрочно я считаю, что нефть еще не обновила свои реальные донные уровни. Но краткосрочно пока в силу развития мощного нисходящего тренда можно отступить в район 65 долларов за баррель. Рубль 66,96. Друзья, 67 можно уже сказать. Соответственно, сегодня я снова делаю акцент на то, что с открытия торгов давление на рубль может возобновиться, потому что прежний фундамент не изменился. Я не буду перечислять все эти негативные факторы и аспекты. Важно отметить, что сейчас рубль уже фактически лишен и налоговой поддержки, периода налоговой поддержки. Этот период как таковой уже завершен. Ну и нефть у нас снизилась, соответственно, снижение нефти плечевое произошло уже фактически после закрытия торгов на российской валютной бирже. Можно говорить о том, что сегодня рубль будет спешить отыграть вот этот негативный настрой, который локально сложился на всем секторе энергетики. Поэтому я считаю, что 68, друзья, это уровень по паре тонн рубль, который мы протестируем в ближайшую неделю-полторы. Ну а теперь давайте вернемся к привычным рисковым инструментам. В связку мы традиционно рассматриваем евро против доллара и фунт против американца. Да, восстановились. Единственная причина роста евро, фунта и прочих активов это локальное. Я прям даже сейчас снова выделю это слово. Локальное, большими буквами, временное, как косрочное ослабление доллара. Не нужно искать причины роста евро в том, что решился вопрос, опять же, с Италией. Каким-то чудесным образом улучшилась статистика. И где-то там проскочили комментарии от Европейского центрального банка, фактически уже в подготовленном плане роста процентных ставок. Этого ничего не произошло. Все вот эти факторы я по-прежнему отношу к категории чрезмерного негатива. И надеюсь, вы можете, друзья, отличать, что же такое костяк, который говорит о том, что на евро якорь и дорога только вниз. И небольшие факторы, которые периодически поддерживают настроение. Всегда курс ходит вверх и вниз, друзья. В данном случае не нужно, скажем, паниковать из-за того, что европейская валюта двинула не в том направлении, которое должно быть фундаментально обосновано. Так происходит всегда. Нужно оставаться верным своей позиции и тому, что вы нарыли в объяснении дальнейшего поведения конкретного инструмента, которым вы спекулируете. По евро это только одно, на мой взгляд, будущее непосредственно о снижении. И пока у нас не будет прояснения ситуации по той же самой Италии, пока я лично не увижу то, что драги, ну точнее это же не важно, драги лично не увижу в экономическом календаре рост процентных ставок, либо реально озвученное намерение Европейского Центрального Банка сделать это, я не откажусь от коротких позиций по европейской валюте. Друзья, и еще один такой негативный сигнал. Вы наверняка могли обратить внимание, опять же, на то, что происходило вчера с американским фондовым рынком. Мы сейчас к этому вернемся. Да, кто-то считает, что единственная причина роста американской фонды, всех ключевых бенчмарок S&P, NASDAQ и Dow Jones, это мягкая риторика Джерома Пауэлла. Ну, возможно, тем, кто хочет отрабатывать такую идею, этого аргумента достаточно. Но вчерашний рост американской фонды складчено, скажем, нескольких факторов. Во-первых, это позитивные динамики технологического сектора, позитивные динамики ритейлера, который еще пребывает в хорошем настроении от очень замечательных результатов распродажа «Черной пятницы» и «Кибер понедельника». Но еще бы, друзья, в качестве фактора не менее значимого, может быть, даже более значимого, чем комментарии Джерома Пауэлла, я бы отметил рост промышленного сектора за счет очень хорошей и многообещающей риторики Трампа, обещавшего поддержать отечественный автопром. Произошло это после того, как Дженерал Моторс сообщил о вынужденном закрытии ряда предприятий и фактически дал понять то, что на рынке сейчас окажется большое количество ранних, вчера занятых, собственно, американских граждан, сегодня уже безработных. Трамп очень чуток к этой теме, поэтому тут же парировал подобные, скажем, действия, вынужденные действия и проблемы Дженерал Моторс отечественного для него автопрома с заявлением, что он будет поддерживать автомобильные холдинги путем увеличения импортных тарифов на автомобили, которые поставляются на американский рынок. Я думаю, вы понимаете, к чему я клоню. Фактически вчера через это заявление мы получили еще один четкий сигнал и намек того, что Штаты не то чтобы продолжают готовить какой-то документ в отношении европейских производителей, в отношении Европейского Союза. Штаты в одном шаге, в каком-то действии, а может быть, не, скажем, в хорошем расположении духа Трампа, все может быть, не знаю, может быть, действительно и настроения Трампа влияют на то, что он пишет в своих ответах. Мы в одном шаге от того, чтобы эти тарифы были введены против европейского автопрома. Поэтому против евро этот фактор точно будет действовать. Сейчас, может быть, скажем, я преувеличиваю этот риск, но я думаю, тот вот аргумент и новостной фон, который я вам сейчас разжевал, это не пустое основание, чтобы говорить об этом. Я считаю то, что эти тарифы будут установлены и европейская статистика покажет нам еще более плачевный результат. Евро, друзья, аутсайдер, поэтому в качестве такового я и буду дальше осматривать этот актив. Британская валюта 1,2841, ну не только лишь на негативе по Брэзиту, собственно, двигаться, Опять же, слабость доллара позволила вчера британцу немного прибавить. А если мы будем возвращаться к тематике Брэкзита, то вчера у нас было выступление Марка Карни, которое возглавляет английский регулятор. В принципе, вся его речь была пронизана идеей того, что жесткий Брэкзит, несмотря на везде сейчас звучащие разговоры о том, что удастся договориться, жесткий Брэкзит это еще более вероятный сценарий, чем все-таки сценарий, который предполагает мягкий выход. Это Карни и подготовил банковскую систему. Ну, якобы он говорит, что банк готов к тому, чтобы выдержать все-таки жесткий процесс. Ну, по его мнению, экономика Англии потеряет примерно 10% по экономическому росту, ну не сразу же, конечно же, а в перспективе ближайших 5 лет, если сравнивать с показателем 2016 года. В общем, друзья, я пытаюсь упрощить, скажем, свою аргументацию идеи того, что не нужно списывать со счетов еще негативных сценарий, еще и официальными оценками, которым, знаю, вы доверяете куда больше, чем, опять же, моему мнению. И снова предлагаю торговлю по британцу, по паре фунт-доллар, резюмировать тем, что уже давно нужно определиться, друзья, к какой категории трейдеров вы относитесь, оптимистом либо пессимистом, хотя, не знаю, может быть, лучше сказать реалистом в плане пессимизма и оптимистом, который смотрит на мир сквозь розовые очки. Без каких-либо обид, друзья, я считаю, что все-таки Brexit это тема очень опасная для британца и, в принципе, градус и накал страстей по потенциальному негативу ни грамм не изменится. Поэтому фунт, как и евро, в принципе, такие же оба аутсайдера. Собственно, по доллару иене, хай 114.03, 113.26 сейчас котировки, статистики было много, темпы экономического роста 3,5% в третьем квартале. Собственно, так же, как и прошлая оценка, индекс расходов на личное потребление, снижение на 0,1%. В моменте небольшое давление на доллар, но основные движения американца пошли уже после начала выступления Джерома Пауэлла. И вот тут, друзья, давайте разбирать, что же так сильно напугало рынок. А напугало участников рынка заявление о том, что ставки Федрезерва должны, вероятно, могут, примерно такой же, собственно, набор слов без конкретики, находиться ниже нейтрального уровня. То есть рынок, который часто додумывает совершенно ненужное, решил, что это был очевидный сигнал того, что Федрезерв фактически уже на этапе завершения вот этого периода цикла роста процентных ставок. Друзья, я сразу хочу сказать, что забудьте вообще об этом комментарии, потому что он не отражает действительности. Он не будет иметь никакого эффекта на дальнейшие планы Федрезерва относительно процентных ставок. Если вы считаете, что вчера на рынке был, рынку был дан намек на то, что ставки будут повышаться более низкими темпами, и в декабре мы не увидим роста процентных ставок, и в 19-м, в лучшем случае, только два повышения, это неправильный подход, потому что я напоминаю вам, друзья, у Федрезерва уже так исторически сложилась база, скажем, комментариев, которая неизменно, которая постоянно, собственно, напоминает нам о том курсе, которого придерживаются американские регуляторы. Еще с времен Джанет Хеллен у нас устоялась такая четкая картина. Я напомню, друзья, то, что оставим в покое сейчас Джерома Паула, а попробуем проанализировать позиции всех голосующих членов американского регулятора. Так вот, единая позиция голосующих членов американского регулятора, которые ранее единогласно голосовали за повышение процентной ставки, склоняются в пользу того, что уровень процентных ставок должен достигнуть неинфляционного уровня. Это значит то, что ставки должны быть на том уровне, при котором не будет риска роста инфляции. Напоминаю, то, что не просто так Федрезерв вообще встал на тропу более высоких процентных ставок. Федрезерв начинает сейчас задумываться уже о рисках перегрева экономики. И вот как раз планы затянуть показатель фондирования ключевых процентных ставок неинфляционного уровня, это значит то, что априори эти ставки, я думаю, что это то, что не должно сейчас оспариваться, это просто прописные истины. Процентные ставки должны быть выше нейтральных. И я хочу отметить и сказать, аргументировать свою позицию словами Федрезерва, позиции Федрезерва. Потому что Федрезерва уже не раз говорил, что неинфляционный уровень и ставки чуть выше нейтральных находятся на уровне, который соответствует текущему уровню безработицы. Вы знаете все, какой это уровень. Поэтому ставки будут повышаться и дальше. И я очень рассчитываю на то, что сегодня, когда будут обвлекованы протоколы, мы получим сигнал того, что планы ничуть не изменились. Друзья. Доллар-иена – кандидат на рост, прежние ожидания и, собственно, взгляды, которые упираются только лишь в бычий подход торговли и ожидания доллара-иены выше метки 114. Доллар канадец 1,3240. Друзья, вчера мы видели то, что канадский доллар укрепился. Опять же, задавая вопрос, почему канадский доллар укрепился, а американская валюта просела. Я тоже хочу отметить, что всему виной не совсем правильная интерпретация рынком тех заявлений Паула, которые вчера прозвучали. Настроение очень быстро перезагрузить. За эти выходные эту тему развернули вдоль и поперек уже на следующей неделе. О вероятности более, скажем, менее агрессивного подхода федеризирования к росту процентных ставок никто даже и не вспомнит. Все будут готовиться, поскольку наступит декабрь же, к декабрьскому повышению процентных ставок. Вот, уверяю вас, так, друзья, оно и будет. Австралиец, текущие котировки в районе 0,73. Собственно, новозеландский доллар также вырос. Все это следствие, опять же, локальной слабости американца. Но австралийцы и новозеландецы, их будущее целиком зависит от итогов предстоящей встречи президента США и председателя Китая. То есть об этом мы с вами поговорим уже в понедельник. Но заранее считаю, друзья, что ни о чем не договорятся, никаких дорожных карт и согласованностей, договоренностей обсуждаться не будет. В принципе, повестка торговых отношений останется такой же напряженный, и мы через какое-то время все-таки вернемся к идее того, что Штаты обложат китайский импорт, в принципе, еще остаточную часть на 267 миллиардов долларов теми тарифами, которые были обещаны Трампом еще полгода назад. Это неизбежное решение. Я уверен, что в конце концов оно и поможет нам очень сильно тянуть вниз австралийца и новозеландца. На этом, друзья, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся мы с вами, кстати, друзья. Завтра брифинга не будет, но я очень надеюсь, что мои коллеги смогут подхватить опять же наш с вами аналитический брифинг на одну торговую сессию. Но в любом случае, если, скажем, завтрашнего эфира не будет, ничего страшного, в понедельник мы с вами поговорим в том числе и о том, что было сегодня и то, что случится в пятницу. Поэтому жду вас, друзья, в понедельник в 9.30 по московскому времени на брифинге. Ну и также в понедельник еще состоится наш традиционный вебинар «Правильный понедельник». Хороших выходных. Всего доброго. До свидания.